всем всем здравствуй те всем добрый вечер сегодня мы с вами продолжим играть в rdr я почему остановилась в приветствии потому что у меня битрейт что был изначально плохо я подумала что что все кино не будет получается но будет повезло повезло так картинки никто не запускал смотреть на что запустится они или все равно буду закреплять про к пока про стримеры свой че там т.т.т. на ю тубе хоть пошло она выкоп шуме папа на все в порядке здравствуйте в услуг здравствуйте так стример закрепился и тут тоже закрепить и все работает вещь куда идти маленький стример ну что так что у нас тут было чат украл шкур а ну честно признаюсь времени не было скажу правду меня было много домашки и я была занята ничего я не делала не переигрывал я эти два квеста поэтому будем переигрывать их сейчас ну вот так вот да если мы быстро туда-сюда и ничего читать не будем вот так что дам луна какая красивая красивая хай зэр мистер ван Hello How you doing? I'm doing great And you? What chapter? Let me check I'm not sure Six? No? Where? Где проверять? А, прогресс Погресс Вот она Yeah, six, one Кстати, это на этом повороте чат тогда споткнулся и упал Очень похоже So, is this your first place, Ru? Yes, it is I do really enjoy this game О нет, чат, не скидывай, я тебя прошу Поехали Но чат уже задумывал, вы видели, он башкой крутил? Он уже, он хотел Думаете, меня можно удержать под замком? А, ну это законники Тебе, я не могу понять, что я не могу понять, русский Ну, извините, я не могу стрим в английском Это будет трудно И, ну, вы знаете, большинство моих слушателей Все, все эти, а не одного Они русского-русси-пространства таки шо сейчас мы пока доедем покушаем шубчик у артура опять будет приступ мы снова не возьмем деньги ах блин я хотела сказать а где шкура мужи и продали потом сохранились точно это было забавно я еще когда пересматривала и нарезала шорсы думаю нет я прослежу как всегда собственно не ешь а там можно было увернуться там была кнопка f видели начат как всегда подсобил что ж но там была кнопка f все-таки можно вернуться но это надо у меня я ни разу ее не видела главное чтобы меня сейчас где-нибудь не заспавнила в жопе мира и мы опять сюда не ехали пол стрима видеть не надо нажимать надо я никогда не видела что вообще можно увернуться от прыгающих на тебя зверей поэтому я и удивилась но пока я увидела и поняла к чему там вообще надписи что она скорее всего значит я не успела прямо прочитать там уклониться или не уклониться но так скажем мельком да вот на обработку ушло слишком много времени панда она не дремлет но чат как всегда молодец не чтобы ускориться он просто такой с кино артура и пошел он в жопу молодец молодец чат надежный во время всех нападений зверей надо нажимать f если уже не убежать теперь будут узнать ведь я ради него хожу собираю смородину покупаю морковки сено делаю мазь я за чат и двор понимаете вот это вот а он при первой возможности выкидывает меня так не пойдет так но мы это не читаем можно скипнуть да мы это видели кстати если медведь бежит вообще надо застыть тогда есть шанс что он не нападет что это оружие в плохом состоянии артур тоже как ваш день товарищ услуг как ваши дела беж QualItalia я 1 верно все Geld чтобы uela суд но все нормально вчера тоже устроили игровой день до 6 утра сидели здорово а в чё играли да да пойдем спасибо ждем так а я пока посмотрю звуком да все хорошо то я сегодня в эту задела когда убирала пришлось выставлять ее заново в кс играли в тетрис тоже попробовали оказалось что в тетрисе у меня из нашей компании нет соперников же есть тетрис я не помню когда а нет я недавно играла кстати в него относительно я покупала себе тетрис такой отдельный ну прям полноценный наверное года четыре назад три виде ностальгии думаю попробую мне что-то могуще кстати лежит здесь но он так тюлюнькал громко задолбал меня и игра он там по любому поводу тюлюнькает все так громко пронизительно я до этого играл в тетрис еще когда они были ручные лет 20 назад как оказалось мастерство не пропивается вот я тоже играла вручной так теперь идем спасать вниз даунс ладно я знаю куда ехать даже если не выбрался бы квест не нравится мне в ночное время суток ездить с чатом он очень ненадежный компаньон сейчас я опять полечу поняли уже я жму жмой я жму я жжал я жал делал у меня не то винтовка я не могу я не могу они что-то очень быстрые я я не могу с котами все забейте ну вот жала и не погибла сразу да потом хотела прицелиться и погибла я же буду всех пум по пути убивать а ведь мы могли бы выжить если бы кто-то побежал быстрее вместе со мной тебе так не кажется свинотыш ты такой свинотыш самый настоящий чистить будет сегодня нет еще прикольная игруха карточная в стиме гремлинс инком инкопрэйшн а 2 до 6 игроков отличное время для времяпровождения общение и ржачки по низу не такой гримлинс никакой тебе еды чат муж сегодня голодный понял чай себе запишу смотрю потом подожди она то ли так похоже на одну игру из детства то лечь она так на одну игру похоже визуально какую-то болтеть для прикол но я слышал это кошка там уже орет сколько можно сколько можно убой это все хорошо чудо не спрашивать как у него дела он до при первой возможности нас кидывает хищником никаких проблем ненадежный ты себе транспорт выбрала ухода чат так и хочет меня убить последние два стрима прыгая и занося себя самого куда угодно здесь я пешком то сейчас позбиваешь людей мне проблем подкинешь но мне не надо это чат ненадежный да мы только что дважды от пум умерли два раза нас кинул один раз кину меня сожрали и второй раз а ведь мог бы вместе со мной убежать не чата непонятно кто такой ненадежный ужас чат будешь застревать еще раз в тележке нет опять забаговался да чат опять боганулся это место проклятущее я поняла если чат бросить где-то там он потом ты пешится сюда и застрет в телеге да вот и стой тут понял доставать тебе не буду за двух пум от которых ты меня не спас вот и все что толкаешься в телеге там явно вкусняшки ох да ладно пойдем уже так и быть он в телеге вы видите титиков он копыта ты нормально чат на хорош слышишь давай выходи хорошо так нам по рельсам в ту сторону делайте так каждый день и спина болеть не будет ах и да очень хочу 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 чихнуть я помню куда идти куда-то туда или туда а куда ничего и не помню вот сюда я помню 20 минут не прошло как мы совсем справились это вся вода у меня на сегодня у меня она могла бы баклажку поменять чтоб набрать себе больше может перерыве пойду цветы 20 минут и две смерти уже так ну да так это все чат взял меня скинул важно это самая последняя крыса я вот от него такой подлости и не ожидала мне кажется чат опять нас убить хочет а мне интересно даже вот как он сам доедет а если будет ехать поезд тут виды лучше ну да да чат а что ты делаешь хотел убить не получилось мы следили за тобой все следили внимательно на что думает все было замечено твое вот это проказничество там поезд едет мне страшно чат ты же не пойдешь под поезд чат не иди под поезд он не пошел ты смотри постоял подождал вы видели сбросил балласт и побежал а есть ладно хотела бросить его тут чтобы он опять заспавнился в телеге но шоу что ну слезайте шо Стоишь? Нормально тебе? Ну ладно, теперь можно и к Майке. А Майка где? В каком-то из домов? Или у шерифа? Опять это Майка, не говори. Что у тебя с головой, черт побери? Ну, может освободить вас хочу, например. Майку тут не видели, нет? Сейчас посмотрим. А, ну он просто хочет поговорить, но там превью перестрелки, значит нужно у чата забирать винтовки. На всякий случай. Артур обычно ломается из камеры. А, обычно ломятся. Да, да. Может он здесь хочет поговорить? А он прям вот в этом доме? За тобой никто не шел? Нет. С тобой никто не шел? Я сказал нет. Ясно. Что с тобой такое? А с тобой что такое, приятель? Ты... Ты не слишком хорошо выглядишь. Что с тобой не так? Со мной все так? Я в полном порядке. У тебя башка не в порядке. Я просто реалист, друг. Майка считает, что у нас завелся предатель. Он так считает? И что натолкнуло его на эту мысль? С нашего появления не проходят и минуты, как за нами появляются пинкертоны. Мы в бегах с тех пор, как два осла сорвались с катушек Блэк Уотери. Мы едва спасли свои шкуры в Сен-Дени. А теперь в этом виноват предатель. Молли точно нас дала? Так, а кто еще мог проговориться? Может мы действуем слишком агрессивно? Может время таких, как мы, прошло? Зачем нам предатель? Мы и так наследили, словно стадо бизонов. И теперь все знают, кто мы. Где мы? И чем мы занимаемся? Прежде всего, нам надо избавиться от всяких слабаков. Забрать наши денежки и начать все заново. Без шансов. Ну, нам нужно что-то предпринять и быстро. В противном случае, Корнуэлл, пинкертроны... Они окружили нас со всех сторон и не остановятся, пока не найдут нас. От Корнуэлла одни неприятности. Может мы пойдем дать? Да, нам пора. Идем к реке. Зачем нам Корнуэлл? О нем не надо думать, он не... Да, деньги нам нужны, но мстить-то зачем? Особенно сейчас. Мы делаем это ради денег. Пошли, Артур. Надеюсь, ты делаешь это не для того, чтобы отомстить, Дадж. Оно того не стоит. Не смеши меня. Ну же, Артур, это просто маленький визит. Хе-хе-хе-хе-хе. Не-хе-хе. Ну ладно. И о чем же таком важном вы собираетесь с ним говорить? Ой, Артур, а если сейчас поезд поедет, ты не идешь, да, сам? Он охотился на нас с самого Валентайна. Из-за него убили Хозию. Его сахарная плантация... ...губит жителей Гуармы. Этот город, Артур, это его город. Он выкупил его, чтобы погубить этих людей. Его сахар, его нефть, его закон. Мы не в силах исправить весь мир Дадж. Мы в бегах. Так почему ты отправился спасать Джона против моей воли? Не хотел, чтобы его вздернули. Я тоже не хотел. Мы с ним придем к соглашению, Артур. О чем ты говоришь? Мы хотим уйти, а Корнелл хочет, чтобы мы перестали его грабить. И все мы знаем, что это из-за его денег Минкертроны сидят у нас на хвосте. Он это Америка, Артур. А я хочу уйти. А он? Он не дает нам уйти. Я вообще не понимаю, о чем ты дать. Еще поймешь, сынок, еще поймешь. Провернем это дело, пошумим и исчезнем. А ты за всю игру ни разу не сдавалась, чтобы в тюряге посидеть? Нет. Мы всегда бились за свою жизнь. И нас пару раз догоняли. Либо пумы сжирали. Но я прям в тюрьме ему не сидели. А да, там наши пули людей не губят 10 лет спустя. Ну еще одно дело. И точно натаите. О, надо зевать, пока они молчат. Скоро сюда должен прибыть кто-то там. Сейчас, я хочу зернуть. Давай спрячемся за этими ящиками. Ну что ты делаешь назад? Ну, я не тороплюсь просто. Че злиться-то? Артур, я же сказал, спрячься. А я шо делаю? Слышишь, ты? Я че, пару пояснительных прописателей, я не понимаю. Че он меня выводит? Мальвина. Смотрите. Балдеть. Мистер Корнелл, я хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Это деловая встреча, мистер Молли, мы не друзья. Я потратил целое состояние на вашу агентство. Без каких-либо результатов. Этот Вандерлинда грабит меня и смеется надо мной. Я оплатил за лучших людей. Мы его почти поймали, мистер Корнелл. Знаю, вы это уже слышали, но... Дженсон, отправьте телеграмму в Нью-Йорк Голдбергу. Передайте, что я готов брать кредит только под 3,2%. Извините. Нет, это я уже слышала. Заставьте этого солдафона оплатить транспортные расходы. Да, сэр. Мы делаем все, что в наших силах в рамках закона. Закона? Агент Милтон, мы оба знаем, что вы можете сделать с вашим законом. Найдите дачу Вандерлинда. Переведите его сюда. Законы оставьте тем, кому они нужны. Всего хорошего, сэр. Идемте, мистер Рос, у нас много дел. Мистер Дитсбери. Мистер Корнелл. Послушайте, Дитсбери, что это за история с забастовками? Я купил акции, шахты, потому что ею плохо управляли. И намереваюсь любой ценой сделать ее успешным предприятием. Сэр, все дело в жаловании. Людям кажется? Сэр, бизнесу плевать на то, что кажется людям. Плевать. Все это бред, который обрушит чуму на оба наших дома. Мистер Корнелл, возможно, что ваш дом уже обречен. Что вам нужно, сэр? Я точно не знаю, пока что. Наглость вас погубит, сэр. Дач, как всегда, продумал. И пока что не знает. Я и так человек пропащий. Даже мой лучший друг считает меня сумасшедшим. И я, как и этот бедняга, с которым вы разговариваете. Тоже оскорблен. Вы ограбили меня, сэр. А вы ограбили его. Странная штука судьба. Демагогия, ожидаемая от преступника, сэр. Я такого. Я. Вы убиваете. Не убиваю. Разница в одном. Я выбираю. Кого убить. И кого ограбить. Ограбить. А вы губите каждого, кто у вас на пути. С меня довольны. Вот что я скажу. Дайте мне этот корабль 10 тысяч долларов. И право безопасного прохода. И тогда я оставлю вас в живых. Ага. А он тебе не даст засаду? Там не перехватит? Не заложит бомбу в лодку? Да что угодно. Дальше такой наивный, глупый дурачок. Я не могу. Зачем сидеть, если за взятку можно откупиться у почтальона? Здравствуйте, Харунжа. Здравствуйте. Сейчас я прозеваюсь. Я не могу. Не то, что это был последний зевок, да? Этого не хватит. Там коечки мягкие, есть время подумать о важных вещах. Не спал я до 6 утра, а зевает стример. Ну, стример у него была бессонница, он лег в 3 часа, а проснулся в 10. Для меня 7 часов маловато, но я зеваю не потому, что я не выспалась. Я на удивление выспалась. Сегодня конкретно. Я зеваю, потому что я много говорю, читаю, я не успеваю делать вдохи, и у меня организм такой «Кислороду, пожалуйста!» Сейчас еще зевну. Даже не подумаю. Уверена? Отлично. Так даже лучше. Ты совсем рехнулся. Шум, Артур, шум! Ну, какой же ты... Хотела сказать слово, так оно запрещено. Вовремя одумалась. О, черт, финкертроны! Ну, что ты наделал, дач? Можно присесть, Артур? Мерси, богатый. А можем мне винтовку? Эй! Ой, да камон, да там проходило все вообще как надо. Жалко, дачу нельзя застрелить, я бы уже давно... Ладно, Майка пошел за бумагами, найдем его и свалим отсюда. Так, это мадам. А что, она в пакете, знаю, на голове, что ли? А, у нее просто эта, повязка. Понятно. Я думала, ей пакет на голову надели и пустили, чтобы она бежала. Думаю, капец, вы странные. Ну, те, кто это сделали. Да, по-моему, дачу давно надо было уже. Согласна. Фига ты резкий. Накинул дымку, я даже не поняла, когда ты присел. Они стреляют с того здания? С какого? А, с того? Ну так разберись. Ты эту кашу заварил, ты разбирайся. А в смысле тебя нельзя... Не помню. Ну, это нечестно, я считаю. А в даче никто не стреляет, потому что никому вообще он не нужен. Только я всем нужен. Осторожнее, наверху слева. О, это можно было майку застрелить? Ай, надо было застрелить. Ну, либо что-то поломалось. Ай, к сожалению, нельзя. Ну, ладно. Я нашел кое-что интересное. Нужно выбираться отсюда. Я не могу опять отлепиться от текстуры. Дуралей не запрещено. Но она не описывает его. Его, в общем. Ты сейчас там продолжишь и опять набанно говоришь. При всей бездарности датчик как руководителя, но удача при нем, да. Дача возмутился, что теперь их найдут из-за того, что Артур с Эдди вытащили Джона из тюряги. Застрелить же влиятельного олигарха тупо в городе. Что же после этого может пойти не так? Явно на плюют и искать не будут. Да джиннис вообще. Вы не понимаете, планы Артура тупые и непродуманные. А вот планы датча наполнены стратегией и тактикой. Так же он помазник божий, ибо в него почему-то не стреляют. Помазник, что ли. Давай сюда, по лестнице. О, не-не-не-не-не-не-не, подожди. Чуть не повелась. Чуть не повелась на эту игровую условность. Нет. Я не уйду от своего лута. А лут от меня. Сейчас будет эта миссия проварена. Ничего не знаю. Все мои три цента. С каждого быстро. Может... Ох, но... Я думала, сейчас не выберемся. А может быть, с трупа Корнуэла что-то там подберем. Какой-нибудь бриллиантовый отчет. Кстати, самого Корнуэла-то и нет. Он же его застрелил прям вот тут. А это два охранника, верно? Или он выжил? Я сейчас ее в лодку к ним зайду. Что думает? Ага, они зайдут, да? Это вот здесь труп. В воде? Блин, Корнуэл утонул со всеми своими богатствами, походу. Как обидно, как обидно. Ладно. Ням-ням-ням-ням. Кто куда? А мы за лутом олигарха? Да. Думаешь, миллионеры носят в кармане все свои деньги? Да и не про все деньги. Вот с этих мы подбираем по три центика. Ну, образно говоря. А с него могли бы подобрать как минимум все мужчины. А мужчины, которые при деньгах носят часы. Можно было бы какие-нибудь навороченные подобрать. Карманы или ручные, не суть важна. Возможно, перстень. Ну, еще что-нибудь помелочь. Какая-нибудь ручка письменная. У него точно своя есть фирменная, которую он там контрактик со своей подписывает. Какие-нибудь запонки там. Я найду, что взять. Так, а кто это там незалутанный лежит? Что, наверху что ли? Ну, чего? А лестница для кого? Он не зацепился. Я очень медленно подходила к краю, а Артур посчитал ненужным. Хвататься. Заодно патроны свои вернем. Что думаете? На дороге не валяются. Никуда не торопимся, никто же не придет. Нет. Нет. Я думаю, они без моего присутствия смогут найти документы, которые они ищут. Я не так уж и вожен, как мы успели заметить. Ко мне не прислушиваются. Все мои планы и советы всем до жопы. Поэтому все равно все по-своему сделают. Тут повсюду люди Корнуэлла. Идите за мной, только не отставайте. Видите, они по скрипту появились. Никто нас не искал. Тихо было и спокойно. Вот, чудесный лулт. О, дачу убили. Какая досада. Теперь все заново лутать. А ничего было без меня бежать-то? Ну, мы сейчас, наверное, отсюда начнем, со входа в дверь. Ну, если нет, то что ж. Да, хорошо. Ну, весь лут-то со мной. Идите за мной. Снова все лутать. Игра продуманная, вообще. По-моему, не по паре. А это единственный способ, говорит, увидите. Доверьтесь мне. Впереди еще стрелки. Класс. Дайте мне куда-нибудь присесть. Вы че? Ты же сказал, что не собираешься мстить. Так и есть, мы получили, что хотели. Бумаги. Сюда идем. Блин, я бы полуталась, но дача сейчас опять умирет где-нибудь. Наконец-то мы разобрались с этой сволочью Корнуэллом. Это ты подбил дачу на это дело? Я? Морган, я просто выполняю приказы. Вперед, вперед. А можно дачу вот сюда пустить? А если я сюда сяду, мы покатимся туда? Ага, сюда нельзя сесть. Или можно? Не, нельзя. Застрелите их. А сам-то ты не хочешь поработать? Дружок. Че за слоумол? Артур, отлепись, пожалуйста, от текстуры. Спасибо. А может мы на эту тележку сядем да покатим отсюда уже, нет? Вперед! Можно выпрыть лошадей из этого экипажа. Поехали. А мне какую дадите? Ну, по крайней мере, мы пытались договориться. Парни, вы спятили. О, Артур, за всю же свою жизнь я чувствовал себя виноватым. Я убивал людей слишком часто, но только не в этот раз. И безрассудно, он еще сказал. Ну же. Ладно, парни, уходим в горы. Какой же ты дурак, дач. Они пытаются перекрыть дорогу, сворачивай. Сворачивай. Берегитесь, впереди еще. Неужели вы стрелять научились? Обалдеть. Слева, черт, тут еще эти гады. Сами справитесь, да? Или мне надо... Я лошадей из них хочу. Я не буду стрелять лошадь. Нет. Нет. Стрелите их. У меня нет меткого глаза. У меня на консерв бахнут. Даже что-нибудь там. Это восстанавливать или нет? Я постоянно забываю. У меня надо именно красный, да, восстановить? Правильно? Нормально. А что такое? Ладно. Смотрите, со всеми справляются. Нормально, пойдет. Правда, они и лошадей убивают, но это не моя забота. Я-то не убиваю. Кажется, мы оторвались. Пока что да. Да. Все целы? Интересный получился визит вежливости. Не пытайся строить из себя дурачка и умника одновременно, Морган. Мы все понимали, рано или поздно с Корнуэллом придется разобраться. Дай посмотрю бумаги. Эта шумиха нам совсем не нужна. Такое ощущение, будто весь мир против нас. Дач! Скоро они сообразят, где мы спрятались. Тем более, что мы не особенно-то и скрываемся. Нам нужен отвлекающий маневр. Нужно выиграть немного времени. Какой же дач простый. Судя по всему, компания мистера Корнуэлла заключила железнодорожный подряд с армией. А кроме того, они везут динамит. Из шахта Анысберга в Сен-Дени на перепродажу. А еще на его керосиновой фабрике хранятся облигации. Может, есть способ, как сбить их со следа и разжиться деньгами? Майка, ты разведай насчет этого динамита. Возьми с собой Билла. Артур, ты тоже иди с ними. Динамита нам понадобится много. И еще нам с тобой, Майка, нужно кое-что обсудить. Хорошо, босс? Что именно обсудить? План? Как нам выбраться отсюда? Ничего не изменилось. Нет, значит. Есть старый дом неподалеку от Ван Хорна. Встретимся там, когда ковыляешь чахоточник. Увидимся в лагере. Рехнуться можно. Я завел вас в эту жопу, но доверьтесь мне еще раз, пожалуйста, Капа. Напомню, он прикрывался благими делами, так как этот чел губил людей в шахте. Мы тем временем уже три десятка погубили, да? Он в бумагах написал, где хранить облигации. Естественно. Так, что у нас тут? Только этот квест? Нет, у нас еще есть вот... Мы же поели с ней. Шо? А что, поломалось что-то или я не помню? Поели, но до главного блюда не дошли. Ну да, да. Нет, ну здесь с хемишем вот, да. А тут? Че? Третья часть рыбалки. Ну, поехали на рыбалку. Все, чат. Держись, чат, мы едем на рыбалку. Пускай дач там сам разбирается со своими проблемами. Мне не интересно. Свидетель чего? Или это с запозданием нам за Аннезберг накинули? О да, скоро я поем твоего мяса. Эй, осторожней, не видишь? Я выслеживаю дичь. На, конечно. Удач. Не буду мешать. Или, может, за ним проследить вдруг у собака сожжет какая-нибудь. Не, ну что, это же какой-то сторонний квест? Нет, мне постоянно все говорят. Любой встреченный человек? Это какой-то квест? Ага, это хороший след. М-м-м-м. Свежий помет. М-м-м. Может, квапите, квапите меня приведет какой-нибудь. А почему мы помет не лижем? Ну, потому что мы умнее. Медведь какой-то орет, а речу. Так и знал, что ты там. Фига. Мещики. Ну, ты и дурнишь, конечно. Да достань ты оружие, Артур, из жопы своей. Чего Артур не хочет достать оружие? Что? Неужели? Ну, мы его не спасли. Конечно, репутацию мне накинули, что я молодец. Но, я не знаю, что-то зависло. То есть, он ходил и не хотел доставать оружие. Я нажимала, он такой. Ну, я погуляю еще. Зато весь медведь наш. Ну, да. Ай, Артур, господи боже. Да кого вскрыть-то можно? Хоть нет? Ну, и конь наш, получается. Собака его не сожрала, зато сожрал медведь. Да. Да ну, я бы его спасла. Я же хотела. Но, Артур такой, я не буду доставать оружие. Не буду. А шкура поганая или какая? Плохая? Да в смысле? Ну, два раза в голову попало. Что остальная шкура-то подпортилась? Потому что он какой-то старый. Хочешь, шкуру подарю? Мне не надо. Охотника грабить не буду, потому что с него мне репутацию снимут. А я великий святой. Смотрите, какие лапки тут торчат умеющики. Обалдень. С двух сторон. На чат положу. Может, он еще пару фокусов покажет с исчезновением. Можно продать и сет на медведя сделать? Что? Так если бы я знала, я бы поганую шкуру бобра тоже продала. Я думала, он только отличные принимает. Нет? Там же, по-моему, отличные только нужные. Надеюсь, не дедов тулуп. Разве? Мне казалось, там прямо написано, какое качество нужно. Или нет? Так если любое, так это еще изи. Здравствуй, Бьюэл. Или как тебе там? Ах, вот так, да? А на самом деле, мы сейчас убили деда, а он просто этот оборотень, да? А че? Бьюэл тут, а деда нет. Если я лагерь поставлю, шкура пропадет. Ну ладно. Не то. У деда послеобеденный сон. Угу. Ля, какой красивый. Хе. Да, я такой. Спасибо. 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 Речат дикие лошади. Спасибо. Спасибо. Там такие лосики красивые. Смотрите. Убалдеть. Я упрашиваю чат прыгнуть, а он не хочет. О, то самое дерево видит штверки. А шо мы вот в красной зоне передвигаемся, и пока ни одного ивента с охотниками за головами не было? Кстати, не знаю. Мы и в городе вроде были, но нас никто не опознавал. Бери шкуру медведя. Не берешь? Ты, пес. Бери. Ну-ка, и чё, я теперь могу что-то медвежье себе сделать? Ну, шапки из медведя явно нет, да? Ну, смотри, из медвежьего меха. Превосходная медвежья шкура. Да, здесь написано, какая нужна, я помню. Тут как бы так просто не привезешь ему какую-то шкуру. Срату, и он такой. Сейчас я тебе сделаю шедевр. Мы, кстати, я скрафтила жилет на прошлом стриме, и мы ходим в жилете и в куртке. Ну, вот такие мы. Зачем тебе одежда из Винни-Пуха? А почему у нее и нет? Поехали к пастору. Я не хочу к Майкелу. Он меня бесит. Правильно, дед уже старый. Ну, да, да. Ой, опять ночь. Вот с чатом ночью по этому району путешествовать себе дороже. Я вам серьезно говорю. Если сейчас хоть где-то будет пума, он меня скинет, меня убьют опять. Сколько можно? Сколько можно? Там кто-то орет. Я не знаю, в какой конкретной стороне, поэтому вмешиваться мы, судя по всему, не будем. Кто-то идет, кто-то идет. Я иду. Только караулить меня не надо. О, кстати, можно чат помазать. Он будет помазанный. И выносливости много. Ну, ха-ха, держа. Какой выносливый теперь, чат. О, мои лошади. А, я думала, это не лагерь. Хотел сказать, мои лошади повсюду. Ну, это и действительно так. Смазали шестеренки. Иди с девчонками, пообщайся. Смотрите, еда на карте не отображается. Это что, я не достоин? Вот что, специально так сделали, да? А, надо было кофеварку купить в магазине, чтобы кофе иногда пить. Что-то забываю. Пастор, вы в порядке, мистер Морган? Не знаю, пастор. Сейчас тяжелые времена для всех нас. Да, очень тяжелые. Вы сам не свой. Мне всегда казалось, я завязал с Морфием, сэр. Я... Пастор Свонс, мы оставим вас на минуту, Артур? Само собой. Нью-Йорк. Мы поедем в Нью-Йорк. Они уже гонялись за нами на юге, западе и там востоке. Короче, мы поплывем на реке и отправимся на север. Нью-Йорк. А затем Таити, острова Фиджи или вот это место. Новая Гвинея. Танцующие девушки. Свобода. Но сначала нужно сделать много дыма, поднять большой шум, а затем исчезнуть. Нам нужно больше шума, одно большое дело и чертовски много шума. Дальше, у нас уже не очень хорошо получается проворачивать дела. Ты хорошо себя чувствуешь, Артур? Да, конечно. Извини, что помешал. Артур, я привел друга. Привет. Дача, топорящий орел. Его отец, великий вождь. Мы с Чарльзом притворялись наемниками. Они оказали мне большую услугу. Дач Вандерлинда. Как поживаете? Не особенно хорошо, сэр. Но я очень сожалею об этом, как твой отец. Отец перепутал мудрость со слабостью. Его народ, мой народ, слишком много страдал. Его слишком часто обманывали. А теперь у нас еще и отняли лошадей. Кто? Пехотный дивизион, который стоит в Форт-Воллесе. За что? Полковник Фейворс, лжец и убийца. Его люди не успокоятся, пока не истребят всех нас. Без лошадей мы не можем охотиться, а без охоты мы будем голодать. Это все равно, что объявление войны. Ясно. Ваши люди помогли мне раньше, и у меня есть деньги. Убери деньги, парень. Что скажешь, Чарльз? Ты же знаешь, я сказал твоему отцу, что не буду драться еще из-за каких-то лошадей. Но я подобных обещаний не давал. Идем. Артур, мы должны пойти с ними, чтобы ситуация не слишком вышла из-под контроля. Наверное. Идем. О, дач. Можно привезти им еще лошадей. Да, я понимаю, что парящий орел сбешен, но делаю это не поможет. Да его еще и дач подначивает. За нами и так полно народу гоняется. Не хватало еще армии. Ты позволишь этим мерзавцам вытирать о вас ноги? Вот из-за чего все беды в нашем мире. Итак, юноша, ведите нас. Лошади на лодке рядом с Ван Хорном. У берега нас будут ждать человек с каноэ. Мы ведь можем провернуть этого, никого не убивая? Ну, разумеется. Что будет, то будет. Сынок, расскажи мне об этом, полковнике. Сейчас дай тап. Он гнусный человек, а он и его солдаты над нами измываются. Всю нашу молодежь забрали из резервации и отправили в исправительные школы. Многих женщин тоже. Старики слабы и больны, но они отказываются выдать нам лекарства и припасы. Сегодня мы положим этому конец. Даю тебе слово. Датч просто неисправимый. Опять чуть не сказала. Но я знаю, что подходит лучше слово, которое запрещено. Простите, но еблан. Зачем ты в это ввязался, Датч? Ты меня знаешь. Мы стреляем в тех, в кого надо стрелять, спасаем тех, кого надо спасать, и кормим тех, кого надо кормить. Опять ты за свое? Мы уже давно не помогали никому. Кроме самих себя. И ты это осознаешь. Я же говорил, шум. Нам нужен шум, Артур. Шум и вера. А кого надо решать, Датч? Я до сих пор не понимаю, о чем ты. Хватит задавать вопросы. Подумай. Задумайся на секунду. Пинкертроном уже должно было прийти подкрепление. Цивилизованный мир наступает нам на пятки. Кто знает, что еще Моли им рассказала. Нам пора переходить к кульминации. Ну да. Только это-то все здесь при чем? Открытое столкновение между армией и индейцами это как раз такой отвлекающий маневр, который нам нужен. Одним выстрелом мы убьем двух зайцев. Это Корнуэлл спонсировал Пинкертронов. Для чего, по-твоему, я с ним разделался? В его отсутствие правительство с большей вероятностью перенаправит их на другие цели, особенно если разразится новый скандал. И тогда мы ускользнем. Как я и сказал, нам нужен только шум и еще одно ограбление. Я вернулся за сундуком, который я спрятал в лес Шейди Белль. Мы близки к всей армии. Динамит, железнодорожный подряд с армией. Все это было в документах, которые нашел Майка. У меня есть план, но ты должен мне довериться. А, да. А чат меня увозит от этих проблем. Посмотрите, как он заботлив. Он говорит, да в жопу их, поехали в другую сторону. Нам это не надо. Поехали смотреть на девчонок и луга. Поехали, чат. Это Пейта. Как я и сказал, эти люди, они нам помогут. Я добыл каное. Корабль все еще стоит на якоре в проливе. Хорошо, ладно, идем. Гребите к кораблю. Ну да, дальше, как обычно, ничего не делает. Он думает, сидит. Ля хапам, какая щука. Нужно подвезти этот корабль к берегу. Лучше всего тихо к нему подгрести, подняться на борт. Затем, когда мы его захватим, разберемся с якорем и уплывем. Когда все поймут, что произошло, мы уже будем на берегу. Удачи. Отдачь, ты же сам хотел разобраться, мы только наблюдать будем. Мы поехали посмотреть, как будет. Иди всем показывай, какой ты у нас. Планировщик великий. Подойди сбоку, тихо. Да ладно? Постарайся никого не убить. В смысле? А как мне? Бесшумно вырубили. А чем? Такое чувство, как будто он ему что-то ткнул. А солдат грабить можно? Минус репутация будет? Фух. Я уже боюсь услышать этот звук колокольчика, который репутацию снимает. Пошел в коробочке. Ничего. Ну ладно. Пригоди за лошадьми, мне нужен перекур. А никто мне помогать не будет? Нет, только не это. Мне всю ночь карта не идет. Такими темпами к утру я без штанов буду. Сдавай уже. Ля конеке. Конеке, конеке. Хорошо, а как этих ударить? Ну, в смысле, вырубить. Ну, я подойду, меня заметят. Я подхожу одна. Как вырубить сверху? Может, по лестнице подняться? Я как? Может, только ножом посмертно. Меднуть. Мы заберем то, что наше по праву. Ну, стелс такой, знаете, я не стелс. Не стелс-игрок я. Пускай воюет, это не моя война. Да, блин, Артур. Я думала, у меня метательный нож. А он не метательный, получается. Я хотела метнуть. Мне не дали. Вот так все и было. Нельзя допустить, чтобы он ушел. Не уйдет. Парни, спускайтесь и займитесь лошадьми. Артур, разберись с якорем. Нет, ты подожди. Нужно сделать что-то с якорем? А, да. Хорошо. Ты думаешь, я знаю, как с этим якорем обращаться? Ну, тогда взорви его скорее. Далеко отошел. Дач, кажется, мы плывем слишком быстро. Я стараюсь. Подвижемся прямо на эти скалы. Держитесь. Господи, какой же он просто... Господи, какой же он просто... Да что с тобой такое? У всех все в порядке? Да, наверное. Но в борту огромная дыра. Лошади перепугались и в трюме течь. Давайте вытащим их отсюда. Господи, какой просто... Ох, как меня бомбит. Ну, у тебя, конечно, что-то там, но другого такого штурмана я не встречал. Лошади испугались, надо их вернуть. Я за этими четырьмя, Артур. Ты заберешь остальных? Нет. Нет. Ля, там радуга. А мне как, каждую оседлать надо, я ничего? Постой ты. Он не хочет на нее сесть. Держу в курсе, я сейчас утону нахрен. Да сядь ты на какую-нибудь... У меня Артур поломался. Я не могу сесть ни на одну из лошадей. Наконец. А эти за мной пойдут, да? А, вот так это у них работает. Я на одну села, а остальные... Ну, что, до Мексики поплыли? Взрыв лучшее решение? Ну, естественно. Похоже, что дядя Сэм любит вас даже меньше, чем нас. Похоже на то. Мой отец больше не хочет воевать. Он мудрый человек, но знаешь, я думаю, что соглашусь с тобой. Если мужчина долго мирится с коварством и предательством, кто-нибудь из вас поможет мне вернуть лошадей моему народу? Ну, Артур. А, черт, Артур должен отдохнуть. Я помогу. Ты мне нравишься, парень. Значит, мы уведем лошадей и будем жить, когда армия придет умстить? Надеюсь, что нет. Конечно, нет. Ну что, посмотрим, что у них там за форт. Хороший ли это план? Другого у нас нет, кроме того, что он отвечает обеим нашим целям. Воевать против армии? Не надо нервничать. Кстати, Сэнди рассказала мне про Кольма. Встретимся в таверне Дойла в Сен-Дени. Поехали, сынок? Конечно. Проведем небольшую разведку у форт Уоллеса, а когда разберемся с Кольмом, разыщем местечко. Дачка, я не знаю. Зато я знаю. Именно это нам и нужно. Твой отец сказал, что война слишком большой риск. Ты ничего этим не добьешься. Отец ничего и не узнает. Он вообще предпочитает жить в неведении. Хоть джентерменный. Твой отец не хотел бы, чтобы ты совершил такую глупость. Я сказал, что хочу этого избежать. Ты не мог бы поговорить с ним? С падающим дождем? Да. Можешь это сделать? Ладно. Конечно. Я поговорю с ним. А ты иди в лагерь и проверь, как там остальные. Дачу в последнее время он... Понимаю. Спасибо, Артур. В последнее время, да и с самого начала, дач немного ебанутый. Если что. Его Хозия хоть как-то удерживал. В узде. А сейчас прям башка слетела с катушек окончательно. Свистит. Наконец-то он нас пригласил снова. Потому что он высылал мне приглашение, но я не могла к нему прийти. Почему-то там квест пропал. Чтобы прийти к нему, я предлагаю по-быстрому в Сен-Дени переместиться и доехать. А то сейчас опять... А, он и так, наверное, пропадет квест. Если сутки поменяются, если вдруг он только в вечернее время. Да? Нет? Не знаю. Ча-то корм не могу приготовить. Надо купить ингредиенты. Это я, если что, просто поправляю, чтобы у меня кофта упала. А, ладно, сижу тут в камеру, что-то верчу. Что такое сейчас? Это полуденница придет? Полуночница. Ну, она полуденец, но не полуденец. Поним? Помахала чату, чего оправдываться. Чату я бы вот так помахала. А что ты уже квест убрал? Ну, не, ну, прими меня как друг друга. Как брат брата, ну ты что, пес? Пошел он в жопу. Не, Анри, это же не тот, с которым... Ты говоришь про того, который художник, наверное. А Анри, это же... Мэр этого города, кто он там? Короче. Мы его обокрали тогда, и он сказал, что я понял, что это вы меня обокрали. Поэтому давай приходим и разберемся. Как цивилизованные люди. Я такая, ну ладно, приду. Потом началась сюжетка, и мы не смогли, квест пропал. А ну-ка, не с места именем закона. Мистер Морган! Здравствуйте, сестра. Кальдерон, мы вот только недавно беседовали вас с братом Доркинсом, и надеялись, что вы к нам заглянете. Как проживает брат Доркинс? Он в добром здравии. Немного раздосадован тем, как у нас в Ордене все заведено. Добивается, чтобы его отправили за границу, хочет взяться за какое-нибудь дело потруднее. Может стать миссионером. Он чудесный человек. Ну да. А вы как сами? Лучше не бывает. Вы уверены? Вполне уверен, сестра. Вы знаете, когда-то давно я была такой же, как и вы. Это нам вряд ли. Нет, я делала страшные вещи, ужасные вещи. И не могла остановиться, потому что не верила в существование доброты. Но однажды я узрела проявление истинной любви. И с тех пор дурные поступки стали казаться не то чтобы невозможными, но нелепыми. Наверное, я просто хочу уйти с достоинством. Классная погода для разговоров, кстати. Но я далеко не святой сестра. Я бандит. Как занятно. Религия всего лишь слова. Сердца редко бывают абсолютно чисты, но в то же время редко бывают и полностью испорчены. Интересная мысль. Для меня Бог — это люди, а люди — это Бог. Поэтому мы все должны делать то, что в наших силах. Эти люди голодают. Раздобудьте им поесть. Не переживайте так из-за своего сердца. Поступки ведут, а сердце следует за ними. Я обещаю дальше считать вас очень плохим человеком, раз вам это так важно. Подайте для бездомных. Я бы и то, и другое дала. Не знаю, что выгоднее. У меня еды много, но, наверное, деньги. Сами купят, что им надо. Знаете что, сестра, у меня есть с собой деньги, купите на них какой-нибудь еды. Вы прекрасный человек, мистер Морган. Но это неправда. Я хотела сказать прекрасный, но не устрашающий. А, прекрасный, но устрашающий. Просто в эту миску вряд ли еду положишь, поэтому почему бы уже... А вам еще надо раздобыть еды? Считайте, на сегодня вы свое доброе дело сделали. Не стану больше истязать вас благодеяниями. Сестра Этер готовит изомительное рагу. Они будут так рады. О-о-о, зонтик сешу, ли, взяли. Мне нужно сосредоточиться на делах насущных. Что ж, до свидания. Я и так отняла у вас слишком много времени. Значит, этот не примет. Да. А почему он... Анри... Ну, примей. Ну, что... Товарищ доктор, вы не изобрели еще лекарств? Мне нужно. Как вы себя чувствуете? Боже, как вы и сказали. Так что вам нужно? Может, еще один укол? Фига. Ну, что ж, вы двери не щадите? Неа, что бы это. Все продано. Какая-то настойка есть. Нет, нет даже. Все продано. Обалдеть. Подайте сколько можете. А, ой, не тот голос. Я думаю, вот это да. Можете пожертвовать неимущим. Меня полицейские не задерживают. Я вроде бы преступник, но... Всем плевать. Сойди тут. Дима нет. Это же тут бардас, в который надо сзади заходить. Я просто не помню, где конкретно. А... Или нет? Ох, и да. Пустите. А, недоступно из-за недавних действий? Бля. Нарушение общественного порядка? Ты что, пес? Пес. Остановись сейчас же. Ну, как обычно. Ну, как обычно, сука. Я ненавижу этот проклятущий сын Дени. Че, на поезде тоже из-за конники? А ведь я хотела красиво улизнуть. Вот дерьмо. Я буду бежать. Я буду бежать до Талавы. Нет. Чат, уходи. Поехали в тюрячку на 15 суток. Нет. Я могу плыть? Нет, лодка тонет. Да за шо? Ну, они все. Они меня поймают сейчас. У меня нет выносливости. Я умираю. Вот дерьмо. Пощадите, я больна. Конек, постой. Да. Я это все равно поймала. Я каждый раз ору с того, что у меня происходит в этом Сен-Дени. Я просто не могу. Ну да, репутацию сняли. Все, что нажито, непосильным трудом. Я никогда не буду. Я не приду в этот сраный город. Без проблем. Лятый пес. Ничего, за мной чат едет. Тележка без водителя кста. Ой, там еще с той стороны едут. Меня ищут, чат. Уходи. Не ходи за мной, чат. А если тебя убьют? Ну вот, чат. Меня спалили из-за тебя. Проще уже сдаться. Они сейчас нас убьют. Я вам серьезно говорю. Ладно. А все, хватайте. Чат только не трогай. Ай, не могу. Ай, не могу. Чтобы чат убери. Мне чат дорог. Я не могу так поступить. 150 долларов. 150 долларов. Репутации, наверное, там половину сняли, да? Не, не сняли. Ну, да пошли вы в жопу все, поняли? Стоят они. Ой-ой. А в чем было нарушение общественного порядка? Ну, ломилась я в двери, так я не знаю, куда мне идти. В том-то и дело. Здравствуйте. Что-то мы подустали. В Сандине родители уже детей пугают не шастать по улицам. Сумасшедшим бородатым квадратным мужиком, что он придет и начнет плечами их таранить. Да? Это все потому, что она меня не встретила. Сейчас опять повяжут. Какой смысл? За меня не беспокойся. Вот ты где. Вот я где. Ладно, идем. Куда? И что ты такой взвинченный? Сегодня чудесный день, Артур. Сегодня состоится казнь Кольма Ладрискала. Вот как. Либо его повесят, либо я его застрелю. Ой, его непременно повесят. Да, давно пора. Этот парень стоял перед виселицей не раз. Пока шея у него не хрустнет, я бы не списывал его со счетов. Я тоже. И поэтому мы все объявлены в розыск. Мы лично посетим это мероприятие, чтобы взойти на эшафот следом за ним. Но будем надеяться, что нет. Но если я увижу, как этот подонок испустит дух, то смогу умереть счастливым человеком. Нам придется переодеться. Вот в это. Вот в это. Ладно, пошли. А теперь можно всех плечом толкать? Вот это мы вырядились. Свернем в переулок, чтобы сократить путь. Оружие держим в кобуре, себя не разоблачаем, голову не теряем. Ах, да ты говоришь, да? Миссис Адлер, с позволения сказать, городской наряд вам очень к лицу. Да я оденусь, как царица Савская, лишь бы увидеть, как вздернута этого ублюдка. Коль меня повесил или что? Чуть не убил, но это не значит, что мне приятно в этом ходить. Насколько я помню, мистер Морган, из этой ситуации вы выпутались. А вот моему мужу не очень повезло. Вы потеряли мужа, я потерял свою драгоценную Аннабелли, того бедного мальчика Кирона. Все мы понесли лишение из-за Кольма. И поэтому мы отправим его на вечный покой. Ну да, теперь мальчик Кирон. Аминь. А теперь уберите пальцы со спусковой кобуры. Мы должны мыслить здраво и сохранять самообладание. Не удивлюсь, если он первый выстрелит. Неплохо бы начать с себя. О чем ты говоришь? Ты надеешься сохранить самообладание, в самом деле? Ведь ты теперь так легко его теряешь. Эти твои сомнения и вопросы... Я скучаю по старому Артеру. Мы все скучаем. Прекратите его оба. Каждому из нас есть чем заняться, и все мы примерно знаем, как именно следует это сделать. Насколько я понимаю. Именно. Ладно, мы все сделаем. Ну ладно, пошли. Нам нужно добраться до места казни. Смотрите, люди обожают казни. Лицом с забора в землю приземлились, рыбки поели, потрохами закусили. Жизнь прекрасна. Ну вот, а теперь... Видишь, вон тех. Двух засранцев. Нага. Это молодчики Кольма. Да, похоже на то. Какой сюрприз. Хорошо, что мы здесь. На что они показывают? Может, на твою рожу, которая всем известна? Надо проследить за ними. Ага. Сюда кто-то идет. Побудь тут. Ничего не делай. Идите почистите лошадь, офицер. Да, сэр. Толпа собралась посмотреть на представление. Мы же не хотим, чтобы она разочаровалась. Думаю, не упустили шанс увидеть, как вздернут нашего юного Джона. Эй, эй. Ты же знаешь, что я бы этого не упустил. Похоже, я не знаю, что я знаю. Я думаю, что сейчас не время оспаривать мои или твои решения. Коль Мадрискалл получит свое здесь и сейчас. Он срезал вон там. Пойдем, не шуми. Ну что там видно? Кучка законников. Сколько именно? Достаточно. Что скажешь? Пол уже на крыше. Нужно побыстрее все провернуть. Ага. Ну мы и не в таких передрягах бывали. Ну да. Ладно, приступим. Так, у них есть парень на крыше, которая выходит к виселице. Заберись туда по одной из веранд. А ты что будешь делать? Или через здание, или как получится. И сними его. И сделай это тихо. Ну разумеется, я все сделаю по-тихому. Я хочу, чтобы эта гнида сдохла в петле. Ой, Датч. Ну как ты мне надоел? Ну как он мне надоел уже? Ну он мне надоел. О, да ладно. Пытаешься казаться полезным, да? Датч. Артур, здесь лестница. Вернется к миссис Адлер. Ну ей-то тяжело устоять. А, блин, подозрительно. Зашли на корточках, по привычке. Где этот стрелок? Эх, на такой же крыше мы потеряли нашего Ленина. Что это такое? Хутляр для оружия? Эф, эф. Твой босс сдохнет в петле, я обещаю. Что ж, Колин. Твой план побега приказал долго жить. Каркана, та самая. Да. На протяжении нашей истории именно правосудие всегда было тем, что отличало нас от дикарей. А кого убить надо? Или никого? Но иногда правосудие приходится вершить дикарскими способами. Порой человек бывает столь ужасен, что во имя справедливости кара его должна быть не менее ужасна. Кольм Адрискал, один из таких людей. Ну. На протяжении десяти лет он убивал, пытал, грабил, похищал и насиловал, и истязал жителей пяти штатов. Он злодействовал безнаказанно. Сегодня правосудие, наконец, его настигнет. Конечно. Я был плохим человеком. Молчать. Это не суд, где будут доказывать вашу вину. Мы собрались за тем, чтобы привести в исполнение приговор. Не вздумай двигаться. Успокойся, сынок. Повешение за шею, пока вы не умрете. Это нелегкая обязанность. И она не приносит радость. Но мы должны ее выполнить. Во имя процветания нашей цивилизации. Господа. Все готово. Кольм Адрискал. Пусть Господь в его бесконечной мудрости сжалится над вашей грешной душой. Как только вы готовы. Теперь ты знаешь, каково это. Смотреть, как умирает тот, кого ты любишь. Вы сломали мне жизнь. Сдохни. Какая же она с бандой дебилов. Ой, простите, осуждаю. Осуждаю. Глупцов. Ну-ка. Довели. Кого еще? Все? Дальше еще можно. О, я бы с радостью. Нельзя. Я не могу в него прицелиться? А в кого? Я не могу выйти из режима прицеливания. Мне, типа, непонятно. Если что. Этот фургон увезет нас отсюда. Как мне выйти-то с режима? А меня? А я? А мне пешком? Да, на Артура опять всем наплевать. Свариваем отсюда. Уходи. Я винтовку себе забрала. Я счастлива. Че у меня? Та самая каркана. Банда руин. Хладнокровных меланхоликов. Ох и да. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Надо снять жилетку, наверное. Что как-то оно... Как все прошло? Ну, мы посмотрели, как этот мерзавец дергается, но... Вся эта затея никак не выходит из головы. Но одной проблемы у нас теперь меньше. В конечном счете, по сравнению со всем правительством, Коль Мадрискал оказался не таким уж и страшным. Тебе пришло письмо. Ну, вот как. Оно от той женщины Мэри. Мэри? Она того не стоит, Артур. А кто стоит? Артур, у меня опять проблемы. Помоги мне, пожалуйста. Мой милый Артур, ты так и не пришел. Теперь, просматривая газеты, я понимаю, почему. Давай осуждай меня опять. Полагаю, что ты не получишь это письмо, но я, тем не менее, должна его отправить. О, Артур. Ох, Артур. А я уже вознеслась в своих глупеньких мечтах. Я скучаю по тебе и всегда буду скучать, но такая жизнь не по мне. А ты, кажется, по-другому жить не можешь. Когда я с тобой, мир становится мне понятен. Но когда мы в разлуке, я ясно вижу, что твой мир не тот, из которого можно выбраться. Мне так жаль за все, что произошло давным-давно. И за то, что я снова вернулась к этой теме. А ты от нее, по-моему, и не отходила, нет? Артур, внутри тебя есть хороший человек. Но он борется с великаном. И великан побеждает снова и снова. Ты снова разбил мое сердце, а я, боюсь, разбила твое. Реально, Резидент Слипер. Я никогда не прощу себя за то, за это. Но ты должен меня отпустить. Письмо я прилагаю к кольцу, которое ты подарил мне много лет назад. Когда мы были молоды. Не потому, что оно мне не нравится, но потому, что оно слишком мне дорого. И потому, что оно слишком сильно напоминает о тебе. Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь человека, которому оно пригодится. Ведь оно столько лет заставляло меня думать о тебе. Надеюсь, что вернув его, я снова стану свободной. Прощай. Мэри. Мэри. Как она меня задолбала, я просто не могу. Любая встреча, любое письмо. Артур, ты так плохо живешь эту жизнь. Ты такой плохой. Ты разбил мне сердце. Но я не буду тебя отпускать и не перестану появляться в твоей жизни. Потому что кто, как не я, тебе об этом напомнит. Я ведь вся такая правильная и классная. Артур, папа попал в беду. Ты плохой человек. Но мне больше некого попросить о помощи. Артур, помоги. Артур. Мой брат попал в беду. Помоги, пожалуйста. Спасибо, Артур. Но жизнь, которую ты ведешь, она просто омерзительная. Я надеюсь, что ты исправишься. Но как она просто... Я не могу, я ненавижу ее. С самого начала. Все было с ней понятно. Ну все, сказала прощай, так что расслабься. Я надеюсь. Так-так. Жилеты. Можно переодеться, но во что? Составлять новый костюм сама я не хочу. Но и остальные, которые тут есть, мне не нравятся. В принципе, наш очень даже неплох. А как она смотрится? Плохо. Пальто стрелка. Оленивая шкура? Это из редкого оленя или нет? Сомневаюсь. Мне кажется, он абсолютно бесполезен. Что, это и все? Ну да, уж. А что такое? Наши просто такими потрепанными выглядели, теперь чистые. Наверное, потому что она грязные вещи были, да, еще? Ну все, хватит, ладно. Главные уборы, еще посмотрим. Будем без. Теперь у меня модный плащ. Мне бы вы побрить немножко. Не-не-не, все, великолепно. Да, судя. Эй, здоровяк. Я переживаю. Я очень переживаю. Я тоже дядюшка. Что же будет с нами всеми? Пожалуй, ребятам придется сделать выбор между жизнью и смертью. А ты? У меня выбора уже нет. Я просто хочу помочь остальным прозреть. Вот мой выбор. Это мой выбор. Ты хороший человек, Артур Морган. Хороший человек. Да, я такой. Я что-то хотела сделать, а что не поняла. Я уже забыла. Ну да ладно. Ох, чат. Жив, цел, орел. Мистер Морган. Чего тебе? Come on now, boy. Людей хорошо убивает, значит, хороший. Так, что у нас по квестам? Почему? Что такое? О, появился квест. С дедом. Давайте. Но с мадам квеста нет. Она просто у меня почему-то висит. Возможно, я к ней подъеду, и квест пропадет. Но я не хочу проверять. Кто это там идет? Парни, это же один. Блин, надо вот, что я хотела. Винтовку поменять одну на другую. Ах, плях. Они не дали мне шансу. М-да. Сегодня стрим полный смертей. Подготавливаем Артура, так сказать. К основной. Деньги, кстати, некуда было девать. Вот, теперь, наконец-то, нашли куда. Ну, что, давайте вернемся в лагерь тогда. Я верну винтовку одну. На похороны уйдут. Так, мая-ням-ням-ням. Мая называется... Тут должен быть... Значок поныка. Вот это. Поместить в ящик. Все. Готово. Они дали шанс, горлая на полную, заранее. Что вот этот человек, которого нам надо убить... Нет, я слышала. Но я хотела прицелиться раз. А во-вторых, мне показалось... Или я сама снизилась чата, или он меня опять скинул. А другой вообще с ножом набросился не с той стороны, в которую я целилась. Ну, что вы начинаете, вы начинаете, ну? Что вы? Я так понимаю. У Артура уже рефлекс Если опасность, то он резко сваливается с чата Интересно, а если бы я ехала в маске, они бы меня все равно узнали Эти бандиты Мерфи Иди поздоровайся с Бьюэллом Привет, Хэмиш Артур, заходи Ты говорил, что мы можем сходить на охоту Так и есть В последнее время Меня преследует огромная волчица, но Она может подождать Давай поговорим Ага Так чем ты занимаешься? Я Я странник Родился на севере, но много времени Пробыл на западе Забавно Я никогда не считал себя странником Че? Трупов было столько, что можно было пройти через все поле, не касаясь ногами земли Так и должно было быть Плохое было время Это да Хочешь еще кофе? Да, пожалуйста Что это у нас? Да Она вон там Так близко Она испытывает наше терпение Ну же По коням Ну же Она пошла налево Сейчас А я пойду в туалет Хе-хе-хе-хе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что у нас тут? Свежая добыча? Возможно Кровь уже застыла Сейчас взгляну Бон аппетит Ага Это был ее ужин Да ладно Куда она делась? Куда она делась? Туда куда-то Я бы сказал, что она пошла куда-то А, да? Серьезно? Тут целая прорва этих куда-то В том-то и дело Вот она Что-то она вдруг застеснялась У тебя как там? Осталось еще? Если надо ее догнать Приветствую богиню Давай догоним Здравствуйте Ова Вас можно узнать по тому Как вы меня называете Даже не глядя Кто Кто задонатил Спасибо Спасибо Зачем мы Ауфиху Великолепно звучит Выслеживаем Ну просто Хэмиш Подожди У меня чат не такой быстрый Уходи Уходи мальчик Уходи мальчик Уходи мальчик Тут рядом волк Да, она зашла туда Нам нужно ее выследить Ну что, пойдешь впереди или я? Иди ты вперед Ну же Ты будешь выслеживать зверя или я? Если ты не против, то я бы предпочел Чтобы это делал ты Ладно, я ее выслежу Держись за мной Вот след он ведет туда Давай, давай Она тебя в лицо знает Меня нет С тобой она заигрывает Меня сожрет еще Давай за мной Не будем торопиться Достань оружие на всякий случай Хотя винтовка здесь сейчас у меня опять тут Зум огромный как появится Я никого застрелить не смогу Она может быть в полумиле от нас Или за следующим кустом Да, она вон там туда пошла За кустом следующим ее точно нет Я говорю Вообще Вручаюсь Будь начеку, ладно? А я на землю буду смотреть Смотри Спустимся здесь А прикиньте Игра будет настолько подлая Что она нападет со спины И тот, кто второй в итоге идет Не выслеживая, да? А который следует Тот и попадет под кусь Вот это было бы, да Просчитался бы тут Стример Я думаю, ему близко Ага Эй, смотри, волчица Щивулф Щивулф Так с этого я ру Каждый раз Бля, у него хвост какой крутой А Чтоб достать оружие В итоге надо было нажать на хэмиш А мы будем в нее стрелять? Или что мы с ней делаем? Хэмиш? Стрелять? Ну так я не хочу поганую шкуру Я сейчас ей выстрелю сюда и что я буду делать? А, не стреляй Ну вот я и не хочу стрелять, он же что-то ждет Че ждем? Она там скоро наесть свои вот это вот Травы? Со всех сторон тут волки, если что Как бы Ты не слышишь хэмиш? Ну я щас за руиню охоту, я чувствую Что мне делать? Не стреляй Не стреляй Боже мой, еще пожаловали Это засада Эф, эф, эф Ох, бля Ты жив? Я уже был готов полностью и безоговорочно Не думаю, что волки бы нас пощадили Вот это была засада Настоящая западня Проклятие Сюда, сюда Фига там гигаволк Что там, эф? Будь ты проклят чудовище Артур, берегись Хорошо Ты жив? Да Чёрт Чёрт Здоровый гад Это были все? Кажется, да Посмотри на него Величавая тварь Сан оф бич Опасная тварь Они привели нас сюда, чтобы полакомиться Ты пришел поохотиться? Ну? Да, и похоже, что охотились на меня Возвращаешься в хижину? Нет, ещё рано Пока побуду здесь Освежую зверя Такого я ещё не скоро встречу Да, надеюсь, я тоже Спасибо, что взял поохотиться Не за что Если захочешь, снова заходи Ну, пока Подожди Вот, возьми шкуру Спасибо Ты её заслужил Прощай Чат, на жёпу тебе смотри Шкура волка Ты теперь тоже будешь волк Если бы он умел говорить Какие истории бы он нам рассказал Не, ну тут волк был не такой вот отвратительно по цвету Он был такой Чёрно-бурый А это что такое? Это обычная шкура волка Я так это не играю Думала мне эту классную дадут Ну, что-то он другого цвета теперь Как этот волк сумел вырасти таким огроменным? Не знаю, поганые у них шкуры или нет А если я освежу, он обидится? У меня воды нет Хотела попить, а у меня нет воды мне почти жаль что мы его убили плохая ну ты так не игра моего сердца забрали чат нужно как-то отсюда выбираться он меня сюда завел я не знаю как теперь через телепорт пожалуй только куда мещики был повержен rf это что падающий дождь типа rain fall это парящий орел и голфлайн мне интересно удачи победил парящего убедил одно лучше другого или с майк нет с майкой общить точно не хочу поехали сюда падающий дождь меня просили с ним поговорить но надо без чата спуститься лучше мы сами упадем чем упадем вместе с чатом садись на жепу и поехали шо там блин а представляете если бы тут был какой-нибудь редкий лук вот было бы здорово но я не думаю что здесь что-то спрятали а я случайно на к южму кстати параллельно у меня в голове пока обработка это пройдет вы бы знали в кнопку нажать чё зажать кому зачем жопу потом камушки запаритесь вытаскивать мы тогда едем вообще ну да нам надо как-то выйти наверх не сможет смог мы 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 Тиратский ром, что? А как, подожди, а как перевели не к товарища модератора, мне интересно? У тебя что, написано, там бешеная кружка теперь или что? Давайте покушаем. Хлеб. 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 Я слышал, что здесь можно камнепад устроить. Хлеб. А шо вы говорите? Безумный кубок? Фига. А. Че, час слишком далеко? Класс. Мы за него очень рады. Ну, хорошо хоть мои винтовки со мной. Ча-а-а-а. Не кружка, а целый кубок вообще. Интересное у нас путешествие, кстати. Пешком. Выстрелите в камень? Зачем? Я не понимаю, в какой камень вы хотите, чтобы я выстрелила. Вот ленивая жопа. На него посмотрите. Не, он не придет. Барсук. Явился, не запылился. Простите, чей бар? Ха-ха. Бля, какая птица. Это филин? Орел? Кто это? Помогите, пожалуйста, я ничего не делал. Блин, я сейчас скачусь из-за него и не смогу подняться. Ну, что ты будешь делать? Тут это что ли? Ах. Ля, какая совунья. Ах. Крутая. Вы видели у него глаза, как светились? Обалдеть. Если бы я ее не столкнула, могли бы посмотреть на крутую сову. Бля. Жесть. Ну-ка. Селфи. Я. Ладно. Красивый птиц. Выстрелить в нее? Ну, мне было интересно посмотреть, кто это. Виргинский филин. Ну, так-то. Можем его с собой возить, как раньше мы делали в Ведьмаке. Давайте тут поднимемся. Сейчас держи. Задарен подарками. И филин у него, и шкура волка. Ну, вот кто-то без письма теперь сидит. Ну, извините. Сейчас мы слезем, да, с чата, и опять оружие все будет на нем. Зачем вы так? Ну, не мне так никому. Дождь. Да. Дождь. Да. Вапити? Это у вас тут вапити можно поубивать? Тех самых вапити, которые для ассета нужны? Уже ли это делается из людей? Не будем мы вапить. Это вы старый волк? Какой приятель. Ничего для меня нет. И вообще-то и хотелось. Он, наверное, в доме, да? Здравствуйте. Заходите. Заходите. Вы плохо выглядите. Да, я... Кажется, я умираю. Тогда я надеюсь, что вы обретете покой. Я ничего не знаю про покой. Очевидно. Вы, интересно, провели время своим сыном? Безудержным принцем или что? Вы, кажется, устроили налет вместе с ним. Мне жаль. Вероятно, я не настолько величественен, как настоящие короли. Я мало знаком с королями. Полковник Фейворс. Уже отчасти отомстил за этот налет. Но люди напали на двух женщин. Мне очень жаль. Да. Иногда правильный путь, путь храбреца, не очевиден и заключается в том, чтобы делать добро. Я сильно разочаровал своего сына. Ваш сын, похоже, хочет войны. Мой сын считает, что смерть приносит славу. Возможно, он прав. Однако я... Так часто видел, как глупцы бездумно обрекали других на славную смерть. Что она никогда не казалась мне победой. Славу ты обретаешь, когда служишь людям. Может, да, может и нет. Не знаю. Я многих убил. По разным дурацким причинам. И никогда не считал это славным делом. Ваш друг, мистер Вандерлинда, говорит многое. Я не знаю его, но мой сын легко поддается влиянию. Не уверен, что понимаю, о чем вы. Может, съездим в одно место? Я старик. Всю жизнь я старался добиться мира. Но мне сейчас не особенно хорошо. Тогда, возможно, вы посочувствуете мне. Прошу вас, это не займет много времени. А я, быть может, помогу вам облегчить кашель. Сэр. У меня конь какой. Я рад, что нашел вас, сэр. Капитан Монро. Артур Морган. Это честь для меня, сэр. Чем я могу помочь вам, капитан? Я только что из Сен-Дени, говорил с мэром. Боюсь, что у меня плохие новости. Я могу ненадолго составить вам компанию. Конечно. Ой. Высоко в горах покажет нам место священное для него, для раздумий и исцеления. Так что за новость, капитан Монро? Итак, сэр. Как я уже упомянул, я обстоятельно поговорил с мэром из бюро по делам индейцев в Сен-Дени. Но, к сожалению, нефтедобывающая компания уже получила разрешение. Набурение скважин на территории резервации. Я так бы предполагал. И что теперь с нами будет? Пока не могу сказать. Насколько я понял, в ближайшие месяцы они не планируют ничего делать. Мне очень жаль, сэр. Я старался как мог. Я знаю, капитан. Я читаю плохо, потому что я хочу зевать. Да, я заверяю вас. Мистер Морган, у вас не найдется немного времени? У меня эскейп не нажимался. Простите. Сейчас. Ой, какая песня про дочь мне первая приходит? Летний дождь. Мистер Морган, у вас не найдется времени мне помочь? Я бы предпочел, чтобы определенные меры были предприняты кем-то не из племени. Блин, да ладно. Конечно, я могу помочь. Рад слышать, спасибо. Я буду ждать вас в резервации. Приходите, когда будете готовы. Мне кажется, у меня теперь input lag и на клавиатуре тоже. Что мне там, сзади разъемы какие-то всратые или что? Что ж, джентльмены, не буду больше отнимать у вас время. До скорой встречи. До скорой. Спасибо, капитан. Приятного путешествия. Нам в эту сторону. Я хочу нарвать каких-то трав для вас. А, кое-каких. Каких-то. А, у тебя был input lag на геймпаде? Может быть. Я просто в другие не играла игры, поэтому не могу сказать. Видите волков, которые пожирают ту лошадь? Нас окружает жестокость и красота. Ой, мы снова святые. Но часто мы не видим ничего, кроме собственных обид. Вот что я пытаюсь втолковать сыну. А я чату, что не надо меня скидывать при первой же возможности. Смотрите, не скинул. Потому что это по сюжету. Мы можем поговорить, мистер Морган, но если не хотите, не будем. Блин, ну я хочу поговорить. Мы можем просто наслаждаться видом, если вам нужно подумать. Итак, мне не очень хорошо, мы не очень хорошо знакомы, но... Я хотел бы поговорить о вашем сыне. Я был с ним, когда они пошли красть лошадей и... И... Ну... Я не могу просто, я что-то зимунькаю, капец. Извините, прервемся на секунду, это подождет. Некоторые травы, которые мне нужны, растут здесь. Вот то, что я искал. Тысячелистник. О, мы будем тысячу лет жить? Обалдеть. Что ж, продолжим путь. Ну, а мы не будем себе брать один про запас. Ну... Вы знаете, что дач... Что он за человек? Немного, по большей части, от вашего друга Чарльза. Я не знаю, почему дач решил ввязаться в ваши дела, и... Мне нелегко это говорить. Я не уверен, что он действует в интересах вашего сына. Так что же нам делать? Честно говоря, не знаю. Просто мы с Чарльзом решили, что нужно вас предупредить. Может, можно еще что-то предпринять, чтобы ситуация совсем не вышла из-под контроля. Спасибо, мистер Морган. Мне нужно будет это обдумать. Осторожнее, впереди резкие повороты. Но виды отсюда прекрасные. Что, дела в резервации совсем плохи? Да, конфликт с полковником Фейворсом и его солдатами в форт Уоллесе набирает силу. Многие старейшин больны, а молодые считают, что любой компромисс станет признанием поражения. Ну, мы тоже не поспособствовали мирному разрешению. Но я буду и дальше пытаться разрешить этот конфликт мирным путем. Война ни к чему не приведет. Стойте, подождите здесь, я хочу нарвать женьшеня. Поговорим об этом чуть позже. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хорошее сочетание. У дедов просто бессонница. Подождите, я положу их к вам в седельную сумку. Смешайте это. Вкус у них мерзкий, но они придадут вам сил. Фига. Поехали дальше, тут уже недалеко. Вашему народу повезло с вождем. А вот я в этом не уверен. Спасибо, конечно, но одними травами тут не обойдешься. Я ходил к врачу, он говорил, что дела мои плохи. Прискорбно это слышать. В ситуациях, в которой мы оказались, я, дачи, остальные, я не знаю, сколько мне осталось. Но у некоторых из них еще есть шанс обрести нормальную жизнь. Я просто думаю, если бы я мог им с этим помочь, тогда все это будет как будто бы не зря. Я думаю, вы еще многое можете сделать, мистер Морган. Доверимся чату. Доверимся чату. Мы почти на месте. Кто пришел? Что случилось? Нет, не может быть. Нет. Они уничтожили все. Нет, нет, мне нужно найти чанушу. Кто? Кто мог это сделать? Тот, кто хотел вас разозлить. Что такое чануша? Пожалуйста, помогите мне. Чанунпа пропала. Чанунпа? Конечно. А это что? Ритуальная трубка. Наверное, мы сможем выяснить, что здесь произошло. Похоже, тут пили. Они все разолили. Ну, да, бывает. Зачем им это делать? Виски. Ублюдки устроили тут настоящую попойку. Это обитель покоя. Ого. Плик. Здесь еще. Да где сама знаю, где мне искать? Просто посмотрите на... Да ладно, иду-иду. Пустая бутылка из-под виски. Да ладно. Но если они все это выпили, то не могли уйти далеко. Ага. Чанунпа пока что не видно. И? Могу дальше идти искать или что? А мы когда все осмотрим, наверное, как с легендарными медведями всякими. Поймем, куда идти? Я нашел виски. А, да ладно. Серьезно? Обалдеть. Смотрите, дым. Делаем ставки. Пойдет ли стример по стелсу? 98, что не пойдет. А, не пройдет. Скорее, мистер Морган. Внизу кое-что есть. Я сейчас отсюда выйду с карканом. У вас есть бинокль? Да. А, вот они где. Эти бравые люди. Подчиненные полковника Фейворса. Наверное, именно они это и сделали. Вас удивляет, что это произошло? Конечно, нет. Но я надеялся, что все это уже в прошлом. У вас земля, которая им нужна. Земля, где есть нефть. Они согнали нас сюда. Забрали все, что было. Я сам подписывал три договора, и каждый из них они нарушили. А сейчас лишили нас последнего дома, наверное, да? Вряд ли надежды. Теперь мой народ потребует начать войну. Начат войну. Войну, которую мы проиграем. Если я ее верну, то нет. Что, из-за трубки все? Вернете? Я зайду туда, соберу чашу, чанушу. И никто не узнает вашу чанушу, по-моему, там вон. Вы это сделаете? Ну, вы же не можете. Они поймут, зачем мы пришли. Все, я могу идти. У меня нет денег. Мне ваши деньги не нужны. Оп. Пожалуйста. Не за что. Он так сокрушался, что чанун попропала. Я думала, это какая-то свинка ручная. Я не хочу по стелсу. Почему я должна? С другой стороны. Если мы их убьем, они точно нападут на остальных индейцев. Я не умею в стелс. У меня никогда не получается. Но, во всяком случае, в этой игре так точно. Минус святость. Ну, да, да. Я думала, не про святость сейчас, а больше про этих индейцев. Вы видели, сколько их там? Какой стелс? Они меня сейчас это... Как тузик грелку. Ищите в лагере священные предметы. Это как это? Они будут вонять. Индейцы. По-моему, это какая-то глупость. В сундучке, да? Я могу незаметно его вырубить? Ну, вот он стоит спиной и стоит. Хотя, если он будет все время так стоять, то проблем никаких. Главное, не споткнуться ни обо что. Иначе я окажусь в неприятном положении. Эй, ладно, я удержусь, я не буду брать эти консервы. Значит, Франция рядом с Канадой? Как думаете, они меня заметят, если я подойду к сундуку? Откуда я, поляк? Можно еще этот сундук открыть. Ну, сука. Что это? Ничего там. Интрудер? Какой интрудер? Не было тут никаких интрудеров. Ну, шо вы... А что вы начинаете? Игоня, гель. Ну, суки, сами нарвались. Плевать. Минус репутации. Я еще она собираю. Зато сундук залатает. Ну, почти. Но они меня заметили. Я что, я виновата? Я бы максимально стулцово делала. Вы видели? Сама ночь. Все, ну, три мои репутации снимут. Я еще она собираю. Ага. Всего ничего. Одно доброе дело. И мы в шоколаде. А за шо минус репа? Ну, сейчас мы ему вернем. Он ее обратно накинет, я думаю. Ну, не накинет я где-нибудь найду. Ну, вы видели? Я все идеально делала. Я сама ночь была. Потом вот этот встал. И тот повернулся. И что? Я знала? Не знала. Зато у меня сундук мой. Хе-хе-хе-хе. Сюда мне сундук. Вау. Все, беру. Не-не-не. Это мне. Это мне. Это мне. Это все мое. Смотреть документикс. Что за документ? Я нажала букву А, и мы ничего не осматриваем. С какой стати? А шо мы за документ взяли? Кто-нибудь видел? Я нет. Мда. Солонинка. Кукурузка? Что? Вы не видели, что за документ мы подобрали, нет? Стимуляторы много. Сигар тоже. А чем красным воняет вот это? Крекеры. Побоищем, типа. Да хорош, что варете? Идите отсюда. Я работу-работаю. Ну ладно. Ну что страшного? Хорошей работой. Что вы тут варили? Заварива такое вкусное. Ну так и вышло. 98% за то, что нет. Как бы 98% мы сделали по стелсу, а 2% нам подосрали. Ну я имею в виду, если разделить. Ну все задание на проценты, да? В конце немножко не повезло. сюда мне шоколадку а тут бегать нельзя ну ладно пожалуйста скажите мне что вы ее нашли папу греешь на углях старость не радость да вот я кажется это ваши да спасибо мне очень жаль даже святыни это все-таки просто вещи а вот народ сердце вот что главное кто-нибудь пострадал да это дурное дело зря я позволил вам это сделать но может тем самым мы предотвратили кровавую бойню эти вещи помогут мне успокоить мой народ может я успокою сына надеюсь спасибо блин чел извини как бы я старалась как могла возьмите траву пожалуйста самое главное я надеюсь что вы сможете обрести внутренний покой а утяжу проблемы со слухом ты выстрела не слышал когда спросил кто-нибудь пострадал по я думаю было слышно ну кстати мне репутацию по моему не накинет наверно не так давно я бы счел его слабым и жалким человеком теперь я вижу что он мудр осмотрителен и благоразумен я бы очень хотел ему помочь или хотя бы сделать так чтобы дач не толкал его сына на глупости нам ничего не накинули ну ладно мы и сами справимся фига там чуть такое утка сдурела это что вы согласились помочь капитану монроу в резервации его пике я мы можем туда доехать но помогать не будем или будем я не сам нас 15 минут мы справимся с помощью за это время фига ты залазишь страну кстати он сказал смешать травы надо смешать а там ступка было можно в ступке да наверное просто только сейчас ее заметила кстати особое лекарство ну так это просто лекарство она не это не не исцелит нас немножко было бы славно а давайте используем шо мне жалко шо и бегом и жесткие пути это просто лекарство сельдерей для чата за проблем это ты чё я тебя выруливаю выруливаю уперся знаете слышал давеча новость недавно тут целый отряд расстреляли обалдеть уже олени завладели поселением здоровый незнакомец симпатичная у тебя лошадь но наверное моя быстрее ну извини я думала ты воровать собрался может до ущелья где твои ущелье сейчас я ускочу в другую сторону мне невыгодно калле чё за не давай чел слышишь я не хочу гогоняться да не хочу я умельчат сможет победить только если я его накачаю всяким у нас звучат а очень мало выносливости он не гоночная у нас лошадь мне я не хочу нет неинтересно приятель ладно без проблем вот блин да не хочу сейчас еще если это в другую сторону будет под допингом чат любого развалит потом возвращаясь а чё-то это не еще случайно по пути чат убью ругаться будет чат только поел ну кто на полный желудок устраивает гонки скажите после плотного чё у нас тут обед обеда надо немножечко полежать почилить нового случае меня куда-то отвезти неспешно вы и гонки да это не похоже на неспешные что и что вопить и не вопить и для как близнец чата здравствуйте вот и я как и обещал капитан монро но разумеется может пошел искать лекарства это запутанное дело на мне казалось что все это уже позади на по большей части похоже полковник фейверс считает что нарушил какое-то обещание похоже он решил их наказать на еще я просто быстро тараторию и поэтому идите вы все в жопу ничего не поймете субтитры мы будем еще быстрее убирать чтоб ну точно не поняли не успели да да я был назначен проконтролировать ход вакцинации а теперь мне говорят зачем он так сделал если честно то я не знаю говорят что на войне он себя никак особенно не проявил возможно он пытается начать еще одну мы так думаете я пытаюсь выяснить так ли это и он знает что этим занимаюсь спровоцировать меня ему было бы почти так же приятно как и этих бедняк то есть несмотря на то что я считаю его ослом и он это знает так что нам придется работать с тем что есть и поступить как лучшее что это вы называете лучше когда дети умирают от болезней нет это ужасно где эта повозка где можно найти я могу вам показать она должна была поехать через валентайн вместо этого ее отправили на юг ну же капитан монро мистер морган нам нужно действовать с величайшей осторожностью но непременно так оно и будет а теперь идемте окей так я знаю место где мы сможем его перехватить ведите нас капитан а этот полковник фейворс он знает что вы помогаете этим людям да и нет он знает что я прибыл сюда чтобы составить отчет о положении дел меня отправили сюда с севера когда власти узнали о беспорядках в этом краю но мне кажется что мое присутствие может все испортить вы о чем я боюсь он предпринимает действия чтобы защитить себя если он спровоцирует новые нападения то сможет оправдать более энергичные меры по обороне такие как уничтожение того святилища да и конфискация их лошадей я не знаю лично ли он об этом распорядился или нет это другая проблема настроение в его полку он насквозь прогнил ну ладно покажите мне где искать эту повозку и я добуду для вас лекарства вам не нужно лезть в это дело спасибо мистер морган но я прошу вас действовать осторожно нельзя допустить новых конфликтов я все еще надеюсь что удастся организовать встречу между падающим дождем и полковником понимаю значит мне нужно оставить повозку в резервации о нет нет вам нужно только конфисковать вакцину если вы украдете их и армейскую повозку от этого станет только хуже ладно знаете у фейворса много недостатков но я не думаю что он бессердечный он скорее не уверенный в себе человек чья карьера близится к концу человек который цепляется за то чего больше нет во время войны он сражался на стороне северян и его послужный список нельзя назвать блестящим неудачник часто представляет наибольшую опасность да как дач например так вот место которое имел ввиду давайте срежем здесь конечно здесь на вершине хорошая точка наблюдения так здесь спешимся и оставим лошадей с этого уступа хорошо видна дорога мистер морган я хочу показать вам где он проедет так я тороплюсь он то не идет повозка должна проехать здесь ладно вы хороший человек мистер морган но я боюсь что это дурацкая затея но во первых я далеко не хороший человек а во вторых я обожаю дурацкие затеи как скажете в таком случае я вижу что мы с вами хорошо подружимся могу я кое-что спросить но разумеется почему вы просто не сообщите начальству вашингтоне о том какой идиот полковник фейворс это забавил это избавило бы вас от многих клопот к сожалению правительство работает не совсем так как скажете кажется это та самая повозка прекрасно можете убираться отсюда только не забывайте все должно быть чисто понимаете не волнуйтесь таких чистых как я еще под доскать ну удачи увидимся в резервации не дайте себя убить мистер морган но это я обещать не могу а мне убивать то надо и решу лично вот мне я не хочу убивать чат давай быстрее сейчас повозка уйдет пока чат там раздуплится он опять руина вот руина ты вроде конь а бегаешь медленнее меня ты еще не спеша залезай конечно но он сказал должно быть все чисто я вот поэтому и думаю чтобы наверно стрелять не стоит фига частей не придумаешь выглядит так как будто 1 сбила лошадь а второго лошадь связала ну или тоже сбила ладно я пыталась его повязать но на f он не вязала бил практически чисто опять у меня репутацию забрали скоро буду не святой задумка была хорошая реализация когда вот это было эффектно всем зацепом зацеп с полетом ввести с конем вперед да нет ни сказали не красть повозку так стоп надо все подстроить как будто бы здесь произошла авария ну то что баллистика там покажешь где-то пули там летели во все стороны не мои проблемы ну лошади взбесились там чё то чё то тут произошло такое мутное к сами разбираются я сняла маску нет на след от сапога на лице у одного а тогда лошади взбесились друг друга в полете задели один другого ну может быть следы не сойдутся но вообще должны как сейчас ты грязнуля давай помою тебя оружие бесится пока он спокойно сара чат выглядит замученным по жизни да ладно о чем и ванда много раз чистить или что или он реально его просто похлопал щеткой но решил не чистить у него он видите жизнь какая насыщенная а просто бардак хоть бы убрали немножко капитан монро меня добыл лекарства превосходно это отличная новость мистер морган не волнуйтесь все прошло не так плохо что ж я поверю вам на слово все прошло изумительно нас обоих могут повесить за такое пожалуй но я уже давно не боюсь виселицы монро ну пусть надеюсь полковник фейворс поверит что его обокрали грабители они он и я ведь грабитель в этом нет никаких сомнений разумеется мне пожалуй пора за работу спасибо мистер морган может вы и грабитель но вы сделали доброе дело возможно нас обоих за это убьют но поступить так было необходимо надеюсь святости конечно мне не накинули я еще смогу себе свое вернуть что ж на сегодня все всем спасибо за просмотр спасибо что сегодня пришли спокойных вам ночей приятных аппетитов хороших вечеров всего хорошего и увидимся с вами на следующем стриме или в следующей серии всем пока пока